Компания, которая охотится за персональными данными, чтобы предсказать, а затем изменить поведение избирателей. Компания, которая утверждает, что сыграла ключевую роль в избрании Дональда Трампа. По словам автора фильма, именно британцы помогли Трампу победить на выборах. Таким образом, журналистам Guardian рассказал бывший сотрудник Cambridge Analytica, Кристофер Уайли. В прессе из-за масштабности разоблачений ему сравнивают с Эдвардом Сноуденом. Это была огромная игра. На данных к коммуникациям внес такой существенный вклад в победу Дональда Трампа. Речь идет о методе, разработанном профессором психологии Кембриджского университета Михаилом Косинским. Он предложил способ изучения психологии людей с помощью анализа их страничек в социальных сетях. Разработанная Косинским и его командой математическая модель могла после 10 изученных лайков больше рассказать о человеке, чем его коллеги по работе, после 70 лайков больше, чем друг, после 150 больше, чем родители. А вот интервью ученого телекомпании CNN, в котором его спросили, чем искусственный интеллект может быть полезен в политике. Скажем, я слушаю Леди Гагу. Для человека сложно понять, как можно это интерпретировать. Кажется, и республиканцы, и демократы слушают Леди Гагу. Но компьютер может сделать очень детализированный анализ. Он может просканировать миллионы людей, и я уверен, что найдет ответ. Какова вероятность, что именно республиканцы слушают Леди Гагу или именно демократы? Как отмечает пресса, метод Косинского и взяла за основу британская фирма, решив заработать на американских выборах. А инструмент придумал его бывший коллега по университету Александр Коган. Он добывал личные данные. Он разработал приложение для Фейсбука, через которое можно было собирать данные не только о человеке, который им пользовался. Оно также проникало во френд-ленту и собирало данные о всех друзьях. Мы могли узнать, к какого рода сообщениям вы восприимчивы. Темы, содержание, тон, что в вас вызывает эмоции, как с вами взаимодействовать, чтобы изменить ваше мнение о чем-то. Например, мнение об одном кандидате в пользу другого. Как утверждает Уайли, компания получила данные 50 миллионов пользователей Фейсбука. Финансировал исследования один из самых богатых людей Америки, Роберт Мерсер. Руководил им глава компании Александр Никс, а вице-президентом Кембридж-аналитики был консервативный республиканец Стивен Беннон. Тот самый Стивен Беннон, который после победы Трампа на выборах стал главным стратегом Белого дома. А позже со скандалом был уволен из-за того, что рассказал о тайных интригах в администрации президента автору этой книги «Огонь и ярость» в Белом доме Трампа. Уайли вспоминает Беннон, как и другие руководители Кембридж-аналитики считал, что победителя предвыборной гонки в современном мире определяют не столько огромные бюджеты и красивые речи, сколько умение работать с эмоциями избирателей. Как это делала компания, ее представитель рассказал британским журналистам. Те представились заинтересованными клиентами и снимали разговор на скрытую камеру. Мы используем благотворительные организации, группы активистов. Мы скармливаем им материал, а они делают всю работу. Мы просто вбрасываем информацию в кровеносную систему интернета и смотрим, как она распространяется. Иногда легонько ее подталкивают, чтобы она правильнее оформлялась. Все это проникает в онлайн-сообщество анонимно, без атрибуции, и первоисточник не может быть отслежен. Условно говоря, векетарианцам отправлялись одни мессенджи, владельцам оружия другие. И второе, в ход шли фейковые новости. Это достаточно мощный инструмент, чтобы мотивировать людей вести себя определенным образом или голосовать определенным образом. Эти разоблачения появились на фоне новости о том, что американский конгресс так и не нашел пресловутых связей Трампа с Россией и закрыл расследование. Но, похоже, конгрессменам не придется скучать. На капиталистском холме теперь ждут представителей Фейсбука и компаний Кембридж Аналитика. Теперь есть очень простые способы нарушить ваше право на личную жизнь и подорвать политическую систему. Мы должны это как-то исправить. Социальные сети — это больше не просто милая забава. Их использование чревато последствиями. Государство должно остановить неконтролируемый сбор данных и нарушение конфиденциальности. Проверки в отношении британской фирмы начались в США, Великобритании, Канаде, Израиле, Индии. Сотрудники компании в разговоре с журналистами, записанном на скрытую камеру, среди методов своей работы упомянули не только сбор данных, но и связи с Ми-6, провокации с участием девушек легкого поведения и коррумпированных подставных лиц. И на случай возможного расследования, добавил глава компании, они подстраховались. Мы используем специальную почтовую программу с вмонтированным таймером. Вы отправляете письма, и через два часа после того, как их прочитают, они исчезают. Никаких свидетельств, никаких документов. Не остается ничего. Александр Никс, кажется, на 100% был уверен, что британский след в американских выборах, как и многих других, никогда не найдут. Но вышло по-другому. В итоге Никса от управления компанией отстранили. Основателю Фейсбука Марку Цукербергу пришлось извиниться перед пользователями в эфире СНН. Нашим доверием злоупотребили. Мне очень жаль, что так вышло. При этом Цукерберг под нажимом политизированных журналистов обещал проверить, не могли ли данные пользователей каким-то образом утечь к русским. Хотя одновременно и признал, после того, как информация попала в руки британской фирмы, отследить ее использование почти невозможно. Впрочем, это не мешает западным СМИ строить новые теории заговора, в центре которых, конечно же, Россия.